всем доброе утро точнее у нас уже добрый день я делаю сейчас на обед омлет размораживаю рыбу это окунь морской сейчас делаю омлет и хотим пойти погулять мне еще нужно в магазин я хочу сделать что-то с грибами мне нужен в общем сыр то ли как типа пирог с грибной начинкой то ли сделать соус в любом случае сыр закончился нужно купить сыр так что сейчас покушаем и пойдем прогуляемся и зайдем как раз в магазин а на ужин наверное пожарю рыбу сейчас она разморозится и пожарю рыбу мы уже погуляли под замерзли сейчас буду заваривать вот такой зеленый чай заварили ой закипятили воды и буду вот такой зеленый чай с апельсином заваривать такой чай апельсиновый аромат стоит вообще шикарный я его вот здесь буду заваривать в таком заварничке скажем так можно в принципе и сразу прям в чайник его положить он тогда больше цветок раскроется но чтобы меньше плавало листиков их немного будет когда завариваешь такой чай но все же попадается прямо заварку поэтому мы решили вот в этом заварничке залить делаю сейчас тост и хлебушек обжаривая и будем вот с таким вот паштетом из тунца я взяла две баночки ленте сейчас были зашли за продуктами и будем сейчас пить чай как раз чай заварится и я еще хочу из отрубного хлеба сделать такие толстые для себя я пьела стараюсь не есть вот поэтому сделаешь для себя из отрубного хлебушка и тоже с таким вот паштетиком вот это мороженое очень вкусно я его уже показывала это малиновое мороженое очень очень вкусно всем приятного аппетита кто кушать вместе с нами мы сейчас готовили такую вкуснятину невероятно рецепт можно посмотреть на нашем канале бон аппетит кати ссылочка в описании под видео очень вкусный рецепт и кстати готовится очень очень быстро вот наверное даже ленивый пирог и вот наверно даже и не догадайтесь прям вот из чего вот он сделану понятно что может быть с курицей понятно а дальше ингредиенты и не догадаетесь в общем советую вам посмотреть этот рецептик на нашем канале где мы показываем готовим различные рецепты он невероятно вкусный очень нежный очень очень вкусно мы будем пить чай что мы с ним целый день пьем чай или мне так кажется нам скоро слипа надо будет идти к ортодонту мы пропустили слика посещение ортодонта но не по нашей вине просто наш ортодонт на тот момент приболел это под новый год было по моему числа 20 декабря у даны тоже брекеты и у них получается активация было числа 15 а у нас по-моему 19 или 20 и наш ортодонт позвонила и сказала что активация меняется и перенесли вот на январь месяц вот должны на днях пойти она тоже поставили да она тоже поставила брекеты тоже у нашего ортодонта я посоветовала как бы ну не знаю мне нравится мы пока сколько мы чуть больше года доходим уже чуть-чуть больше больше а дома в нарии в ноябре поставили да в принципе результат есть вот и в принципе я посоветовала тоже сестре чтобы да не поставили брекеты у неё но они только-только вот поставили на нижнюю начали поставили потом и на верхнюю челюсть а потом через ну мы через два месяца они через месяц полно нашла покоим королева при исполнении лучше смотреть мелодрамку да она тоже мучитель брекетами в том плане что вначале очень сильно как бы болит ну мне кажется там так говорит потому что когда сильно разговаривала с сестрой она говорила поговорила что вот особенно когда вот в первые дни поставил первый день вообще на не чувствовала и где-то на второй третий день она уже вообще ничего есть не могла весь день пила всякие соки кефирчики жидкую пюрешку ела картофель на то есть было очень трудно на самом деле жевать дано говорит что все нормально ну дано так она всегда говорит кружки собирает так что вот на вторую тоже поставили ей под новый год и точно так же как и с верхней челюсти получается что первый день тоже не болела а во второй третий день как-то вот начала побаливать а улики даже бывает знаете вот она не поставят да то есть пройдет активации поставят как бы ну подкрутят там все да и вот сразу не болит а так где-то через недельки две-три начинает все сдавливать жутко болеет да что порой даже очень очень до бывает очень очень трудно кушать да так такой всех по-разному да это конечно не ужасно это не прям так сильно больно что как вот как-то написали что-то просто вообще невыносимо но но и да как бы вот все сдавливает да как ли как говорит ликта лика даже начали из-за пила таблетку они нам просто писали что потому кто-то писал в комментариях что тоже поставили брекеты и первые там несколько дней обезболивающие или как бы нет воском а вот таким специальным до века лика несколько раз до пользовалась воском когда натирали дуги лико и вот этот воск он выручает конечно такое тоже бывает так в принципе просто очень часто спрашивают про брекеты как что я не знаю сколько нам еще ходить пока нам не сказали сказали что результат он виден хороший наш ортодонт я сама вижу или компенсивно все как бы это видят но пока не сказать что допустим там еще полгодика и точно снимаем это может полгода может больше может меньше вы никто не знает как это будет еще нам не сказали про копу я знаю что не некоторым говорят когда снимают брекеты что нужно еще копу носить на ночь там по моему ее одевают и чуть ли не год и и вот носят еще ну как бы я не знаю пока нам не говорили скорее всего это будет видно когда уже будут снимать брекеты уже посмотрят и скажут нужно копа или не нужно это все будет конечно видно надо мыслика будем смотреть мелодрамку на этом наш влог подходит концу всем огромное спасибо за просмотр всем пока 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 пока